Очень важно понять, какие изменения происходят и в консалтинге. Вот вы видите, я назвал здесь те изменения, которые проходят в клиентуре. И здесь вывод внизу этого слайда, не состоявшегося. Руководители становятся главными конкурентами консультантов, потому что очень часто руководители… Совсем недавно с одним клиентом я предложил, давайте посмотрим жизненные циклы. Она говорит, да что вы это на третьем курсе проходила? А свод-анализ просто стыдно предлагать. Это умеет любой сотрудник. И тут нет профессионализма консультанта. Мы должны разрабатывать новые авангардные методы. Мы, видите, ответы на вызов рынка, посмотрите. Мы должны опережать спрос, мы должны создавать новые концепции и методы. Которые для наших клиентов, даже самых образованных, опытных и креативных, все-таки существенно ценная новизна. Мы должны вести клиента. Мы не можем идти за ним, как это было раньше. А вот давайте через фасилитацию, например. Вот давайте, ответьте на этот вопрос, ответьте на этот вопрос, ответьте. О, видите, вы уже ответили на эти вопросы. Поздравляю. А качество этих ответов? В какой-то момент клиент спросит, а вы что думаете? Это мы так думаем, но профессионал-то в управлении вы, мы все эмпирики. А вы еще и теоретик, у вас есть знания. И вот когда меня клиенты еще на заре моей практики стали прижимать такими вопросами. Когда я помню, мы разрабатывали там такую-то мотивационную систему, я через фасилитацию, через предложение разных мозговых штурмов. Они говорят, мы ходим по кругу. Давайте теперь вы скажите, как мы должны строить систему оплаты. И я предлагаю принять как неизбежность работу с организацией как целым. Мы уже заканчиваем, давайте в этом признаемся, период, когда мы могли помогать клиентам по кусочкам. Я специалист по бизнес-процессам. Вот давайте я вам вот это сделаю. Что вы, что вы, придет другой консультант. Только тотальное качество вам поможет. А кто-то еще придет и скажет, у меня есть такие-то системы зарплат. Вот они вам как раз. И это означает, что мы пытаемся менять организацию безотносительно к ее фундаментальным основам. А что такое фундаментальные основы? Цели, господа мои. Цели. Цели. Цели лежат в основе создания организации. Изменение целей. Есть главная причина изменений в организации. Или главный драйвер этих изменений. И вот здесь есть огромные возможности. Я клиентам показываю вот эту схему, которая здесь. Да, надо менять. Надо посмотреть. А вот перейдем к стратегическим вопросам. Посмотрите, пожалуйста, здесь написано. Стратегический вопрос справа. Есть два стратегических вопроса. Какое положение вы хотите занять на рынке? По отношению к конкурентам? Может быть, в каком секторе? С какой клиентской базой? С каким оборотом? Какое положение вы хотите занять? А потом второй вопрос. Какое качество организации вам для этого необходимо? Да, какой персонал, какая структура, какой дизайн, какие бизнес-процессы? И я могу вам помочь ответить на первый и на второй вопрос. Давайте начнем. Это два стратегических вопроса, с которых все и начинается. И видите, вот возвращаясь к этой схеме слева внизу. Да, мы определяем положение на рынке, потом мы под эту задачу изменения положения на рынке перестраиваем, меняем организацию, но ничего не получится, если сам руководитель останется тем же. Если мы не сможем помочь ему что-то изменить существенное в себе. Иногда это стиль руководства, иногда это системность, но иногда это ценностные ориентации. Я знаю, как консультанты боятся этой темы. Многие говорят, что вообще не надо это трогать, потому что это дано от рождения, это не меняется. Это неправда. Да, и при случае, когда будет время, я готов это показать. По крайней мере, в своих книгах я это показываю методически. Более того, я скажу, что сейчас, вот если вы посмотрите программу работ, которая справа внизу, сейчас как раз спрос именно на ту сферу управления, функционирования и развития организаций, именно на ту сферу, где решается главное, это управление по ценностям. Там решается главное. Наши государства, Россия, Украина, ну, Казахстан в меньшей степени, но потому что там более спокойная обстановка. Ну, Беларусь я не беру, это такой патологический тип построения государства. Ну, просто почему-то Путин держит у Лукашенко в кармане, он для чего-то ему нужен. Но мы видим, что именно борьба, мучения, страдания, мы видим, как корчатся наши страны в муках ценностного выбора. Ценностного выбора. Ни организационная структура, ни отрасли производства, ни даже конкретные руководители. То ли Янукович, то ли Тимошенко. Нет, за этим стоят муки ценностного выбора. И каждый из нас лично когда-то проходил через это. И еще не закончил. И наши страны. Ну, а разве в организациях не так? Организации развиваются через пересмотр многих своих ценностей. Я могу показать вам методику такого развития. И давайте посмотрим справа вверху интейки. Вы знаете, вот проблематизация на работу с целями, проблематизация на развитие организации как целого, не по кусочкам, а как целого, иногда начинается с очень простых вопросов. Я разделил их на две группы. Одни вопросы совершенно естественные, которые вы можете задать просто соседу в купе поезда, если он оказался предпринимателем. Или при встрече на фуршете, или на каком-то приеме. Что происходит у вас на рынке? Какие изменения происходят на рынке? Он даже и не подумает, что вы его ведете к контракту. Это совершенно естественный, нормальный вопрос. Да, у меня происходит вот то, какие изменения ожидаются, что произойдет в ближайшее время. О, тут есть вот, наверное, вот эта угроза. Но есть, конечно, и сценарные вопросы. Как поступать? Какие варианты действий? Я призываю братьев и сестер-консультантов, или дочерей и внуков-консультантов, я призываю к тому, чтобы мы с вами стремились развивать организацию как целого. Вот время кусочных контрактов проходит. Кроме того, полные, целостные контракты, они намного выгоднее.